Всем привет! Вы на канале SwapZone. Мы по-прежнему в Краснодаре, меня по-прежнему зовут Василий, а вот Land Rover, который стоит за моей спиной, прежним уже не будет, скорее всего, никогда. Этот автомобиль делается нами на продажу, об этом я уже рассказывал в предыдущих видеороликах, и говорил, что сюда мы будем ставить двигатель 2UZFE. С выхода последнего видеоролика по этому проекту прошел приблизительно месяц, и весь этот месяц автомобиль находился у нас в работе. За это время был практически от начала и до конца выполнен комплекс механических работ. И об этом сейчас я постараюсь вам поподробнее рассказать. Ну, давайте начнем с задней части автомобиля. Газовый баллон вместо запасного колеса. Запасное колесо у нас переезжает в виде докатки в салон, а здесь размещается баллон на 94 литра. Баллон установили и изготовили специальные кронштейны, все покрасили, разместили его таким образом, чтобы спрятать его максимально в раму, чтобы не давать лишнего свеса, все равно это внедорожник. И плюс это эстетично смотрится сзади автомобиля, когда баллон максимально поджат к кузову автомобиля. Ну и поскольку я люблю, чтобы ГБО было не видно, естественно, и скрытое заправочное устройство, расположенное прямо в лючке. Для того, чтобы заправиться бензином, выкручивать не нужно ничего. По подкапотному пространству тоже пройдемся немножко. Мы ничего здесь еще не делали, даже все запыленное, не помытое. Все работы начнутся после того, как мы опустим кузов, но коснувшись темы ГБО, продолжу, что редуктор газовый будет располагаться вот здесь, примерно как фонарь. Для того, чтобы у нас и фильтр был здесь, чтобы это было удобно обслуживать, потому что, установив его вот туда, будет очень некомфортно в силу того, что у нас есть дополнительный отопитель, потому что там стоят тройники, дополнительные разъемы, шланги. Это будет максимально неудобно. Здесь же у нас находится ручник, который, как вы видите, такой черненький, блестящий. Дело в том, что мы его тоже разбирали. Несмотря на то, что когда я покупал этот автомобиль, первое, что я проверил, это ручник, оказалось, что шестеренки внутри ручника уже были провернутыми. То есть... А где они у нас? Видно? То есть вот она шестерня, и вот на ней отсутствует несколько зубов. Ручник при этом работал на какой-то части, но у нас он дошел до вот этого изношенного момента и начал просто трещать. Ремкомплект вот этих шестеренок решает этот вопрос. Вместе с ручником, поскольку автомобиль возрастной, мы заменили троса ручника. При этом нам пришлось разобрать, естественно, заднюю подвеску. А также у нас автомобиль периодически валился на заднее левое, по-моему, колесо. И после того, как мы разобрались вот с этой задней тормозной системой, мы принялись разбираться с пневматической системой. Все обмылили, посмотрели, что у нас травило на штуцере на заднем правом колесе. Мы подтянули все хорошо и обратили внимание, что задняя левая подушка периодически у нас опустошается. Мы ее засунули в бочку с водой, увидели, что она действительно сопит. После чего я взял этот пневмобаллон и отвез в ремонт. У нас в Краснодаре теперь есть несколько сервисов, которые занимаются пневмосистемами, пневмобаллонами. И ребята сделали меня с гарантией. Соответственно, заодно я поменял пыльники на задних баллонах и саленблоки. Далее работа по блокам клапанов. Мы научились накачивать систему воздухом без кузова автомобиля. Проинспектировали, так скажем, ресивер, покрасили его. Ну и после того, как мы крайний раз накачали всю нашу герметичную, так скажем, пневматическую систему, автомобиль у нас по-прежнему стоит накачанный и больше не падает. Это говорит о том, что мы сделали все правильно. Но даже если что-то и пойдет не так, то мы все равно сможем это исправить, пока у нас будут ходовые испытания. В центральной части автомобиля изменения следующие. Глушитель делается для нас на заказ. Я уже во многих видеороликах говорил. Потом у нас стоит небольшой 250-миллиметровый резонатор. Перед ним стоит катализатор, гофра. Ну и, естественно, все сварено из нержавейки и собрано на V-Band. Потому что автомобиль должен быть максимально комфортным, удобным, как в разборке, так и в сборке. И плюс приятным, потому что без катализатора вокруг автомобиля пахнет очень и очень неприятно. Бак, топливный бак получил только лишь новый насос. Мы немного доработали его внутренние составляющие для того, чтобы правильно запитать двигатель 2УЗ. Ну и вот она у нас раздатка. Раздатка через переходную плиту от Дмитрия Ченцева. Это проверенный поставщик переходных плит. Вот смещена она у нас прилично сюда. Естественно, порезаны карданы. Карданы на этом автомобиле я отдавал в сервис карданных валов и делал полную ревизию. То есть замена пыльников, замена подвесного. В общем, это получилось достаточно дорого. Несмотря на то, что на первый взгляд они казались абсолютно исправными. Далее. Мы в этот раз установили селектор шайбу. То есть я в прошлом видеоролике по этому автомобилю говорил, что я не хочу рычаг, я хочу попробовать установить шайбу. Так вот, механически шайба выглядит таким образом. Здесь есть только трос. Сам же вот этот привод, сервопривод, назовем его так, который должен быть где-то примерно здесь, у нас не помещается в шахту. Соответственно, мы подумали и решили его сделать выносным. Вынесли мы его вот сюда, в эту часть рамы. А в этой части рамы, помимо адсорбера и топливного фильтра, как обычно мы его делаем на траверсе, есть как раз-таки место для шайбы. Там она у нас и будет находиться. Естественно, там будут какие-то защиты, чтобы все это дело защитить. И что еще? Еще вот вижу я трос ручника. Тоже проверили, тоже отщелкивает. В этот раз с ручником мы, конечно, повозились прилично, но добились желаемого результата. Ну и, собственно, сам двигатель. Двигатель классический уже для Land Rover это 2OZ-FE. Я много раз говорил, что 3OZ-FE недостаточно тяговиты на низах для этого автомобиля. Поэтому мы начали устанавливать 2OZ-FE в версии VVT-I от Lexus GX470, от Sequoia. И этот мотор прекрасно себя показывает в этом автомобиле. То есть, именно 2OZ дает те необходимые низа для внедорожника, которые ему должны быть присущи. Как, например, на Крузаке 200, как на GX470. Но такое ощущение иногда складывается, что он дерганный, что он немножко как-то рисковат. Но нужно просто привыкнуть к педали газа. А вот если бы он был такой покатый и вялый, как с двигателем 3OZ, то когда ты стоишь на светофоре, и иногда хочется резко ускориться, где-то проскочить трамвай обычный, это бывает поворот налево, там, побыстрее как-то сигануть, то сигануть не получается, потому что 3OZ-у нужно раскрутиться, чтобы сигать. А двигатель 2OZ делает это прям с места, иной раз даже с буксом на асфальте, при том, что на этом автомобиле чаще всего колеса стоят минимум 18-го размера, и он полный привод всегда. 2OZ-FE это эмиратский мотор, мы их возим оттуда, и он получил полное обслуживание. Об этом я во многих видеороликах говорил, но скажу еще раз, это, естественно, ГРМ, естественно, помпа. Естественно, мы разбирали абсолютно все, прокладки перемычек, термостат, клапанные крышки, сальники свечных колодцев, сальники распредвалов. Заменены практически все резинотехнические изделия, но за исключением маслосъемных сальников их мы не трогали. В этот раз, на этот двигатель, с учетом предыдущего опыта, мы установили генератор на 180 ампер и ГУР от Land Rover Discovery 3 Euro 4, либо Land Rover Discovery 4. Дело в том, что прошлый проект, который мы продали в Москву, владелец на нем сейчас ездит, и он нам подсказал, что когда ты включаешь полностью все потребители, это подогревы сидений, это обогрев заднего стекла, переднего лобового стекла, освещение, отопитель, кондиционер, что еще бывает, плюс работает электровентилятор, то есть небольшая просадка. Я лично сам не видел, но решил, что хуже не будет, будет только лучше, пускай он будет мощнее. По навесному оборудованию я говорил, что мы будем устанавливать компрессор кондиционера от Land Rover Discovery 3, который, с того мотора, который находился здесь, вот на этом месте, мы его успешно установили. Ну и проработка косы. Сейчас тот этап, когда мы будем опускать кузов, то есть техническую часть этого проекта мы заканчиваем. К косе у меня заложено сразу ГБО четвертого поколения, вот здесь установлены форсунки, вот у нас есть провод на MAP, датчик MAP, мы обрежем провода уже непосредственно по длине необходимой нам при установке этого датчика. Здесь вот разъем газового блока управления, а также разъемы на блок управления двигателем и кое-какие периферийные разъемы, которые будут там стартер, генератор, все вот эти вот дела. Таким образом, мы сейчас подходим вот к финальной точке для того, чтобы опустить кузов. Но про кузов-то я ничего, друзья, не сказал, а мы ведь его заантикорили. И еще у нас есть дополнительный отопитель и кондиционер, и с этим тоже пришлось повозиться. Когда я еще покупал этот автомобиль, я сразу засунул руку вот сюда вот в порог и понял, что пороги будут гнилыми. Но, несмотря на это, все равно купил этот автомобиль. И пока автомобиль ожидал своего приезда вот на это рабочее место, а за это время прошел год, мы, естественно, в какие-то выходные дни переварили эти пороги. Сейчас же мы обработали антикоррозийным составом все днище автомобиля. Мы снимали все вот эти защиты, все тряпочки, пыльники. Снимали тормозную магистраль и снимали магистрали кондиционера, а также дополнительного отопителя. Я напомню, что автомобиль в максимальной комплектации и у задних пассажиров есть тоже управление своим маленьким климатом. Там есть как кондиционер, так печка. Магистрали эти располагаются в порогах. С этой стороны у нас хладагент, а там у нас теплоноситель. Соответственно, вот эти магистрали изначально все были алюминиевые, но поскольку автомобиль, можно так сказать, уже возрастной, естественно, эти магистрали прогнили. Мы сначала частично заменили магистраль. Здесь она у нас была по-прежнему алюминиевая, но в такой, в каком-то утеплителе, в заводском таком утеплителе, которым обвязывают вот эти длинные трубы алюминиевые. И в итоге и там тоже нашлись какие-то маленькие сечки, и мы в итоге решили, что все полностью переведем на шланги. Здесь вот у нас порты специально опрессовывательные. Мы дали отсюда давление 20 очков. В систему посмотрели, что у нас все опрессовывается, давление у нас никуда не девается. Таким образом мы смело можем собирать. Ну а по системе отопления, там очень длинная магистраль, и в принципе она у нас уже на шлангах, поэтому в любой момент можно будет эти шланги в случае необходимости заменить. Это не алюминиевые трубки длиной в кузов. Вот такой вот у нас получается вид снизу. По проводке, значит, немножечко этот автомобиль все же за счет своей богатой комплектации отличается от того, что мы привыкли. Некоторые разъемы находятся в других местах. Ну и в целом, больше, наверное, рассказать здесь нечего. Дальше начнется только сборка. Вот так вот, друзья, потихонечку этот автомобиль приобретает вторую жизнь. Казалось бы, не особо-то и много чего рассказал, но по факту за плечами остался месяц. Месяц кропотливой работы. Примерно через месяц, я думаю, что этот автомобиль начнет уже передвигаться своим ходом, потому что сейчас на улице я должен буду подключать этот автомобиль. А у нас, если вы знаете, в Краснодаре сейчас самый пик жары. Сегодня вот у нас в оксе 38 градусов. Ну, нас это не останавливает. Замерзших мы видели, а запревших еще ни разу, поэтому терпим и работаем. Работаем по-прежнему для вас. У нас впереди много интересного. Я знаю, что все ждут обезьяну, и этот видеоролик мы потихонечку готовим, так что скоро он выйдет. Ну, а с этим проектом на сегодня все. Я думаю, что рассказать больше нечего, поэтому с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.